Привет всем, кто продолжает оставаться оптимистом, несмотря ни на что, в этом безумном мире. С вами снова Олеся Пилипчук, и сегодняшнее видео мое будет о моем заказе из компании Ariflame по каталогу номер 12. Также вы увидите влог, как мы забирали заказ, как мы ездили за заказом, небольшая часть дня из нашей жизни, непосредственно сам процесс, как мы его забирали из постамата. Если вам это неинтересно, вы можете непосредственно перейти к заказу, навигацию по времени я оставлю внизу. А кому интересно, пожалуйста, приятного просмотра. Всем привет, вот сейчас мы с Полиной идем на маршрутку, на остановку, для того, чтобы поехать и забрать свой заказ. Заодно прогуляемся. Ну что ты робишь? Да. Это мы. Полину видно. Надеюсь, видно. Здесь хлопчик сильно бежит. Что? Здесь хлопчик сильно бежит. Да, хлопчик сильно бежит. А я на земле, так и бежит. Ну что, ты вырастешь и навчишься тоже. Это Полина побежала. Как мальчик, который перед нами побежал. Собачка. Собачка, да. Вот там собачка, да, дядя с собачкой? Давай ручку. Ярмарка. Вообще не закончилась. По бордюрчику и дядя, дядя. Базарчик у нас тут едет. Который уже почти закончился. Потому что позднее время. Это не наше. Он, наш. Нам в нее. Поехали. Поехали. Теперь мы так медленно проезжаем железнодорожный переезд. Благодаря которому здесь все время пробки. Мы наконец-то переезжаем переезд. Железная дорога. Сейчас мы обгоним велосипедиста. Вот так. Мы сейчас едем на крутую горку. Когда-то я на своем велосипеде так и не выехала на эту горку. А он молодец. Это метро Лыбецкая. А там нас будет ждать мой муж. Оставила мужа с ребенком меня подождать. А сама иду к пастомату забирать заказ. Пастомат замечательная штука. Вон тот желтенький впереди такой шкафчик. Как мой муж сказал. Ты в этих шухлядах будешь забирать. Вреда в этих шухлядах. Сейчас введем код. Деньги засунем. И посылочка откроется. Точнее ячейка с посылочкой откроется. Код у меня 396 621. 396 621. Мы это запомним. Чтобы много всего в руках не держать. Выбираем нужную нам услугу. Например, получить посылку в данном случае. Без печати чека. Ну да, почему бы и нет. Продолжить. Сейчас я введу номер своего мобильного. И нажимаю подтвердить. Код доступа, который мне пришел на смс. Мы уже знаем, что это 396 621. Правильно. Правильно. Вперед. Подтвердить, говорю. Сумма к оплате мне написана. Хорошо. Подтвердить. Внесите купюры. Сдачи не выдают. Буду вносить купюры. Вот этот вот купюроприемник. Сдачу я зачислю себе на мобильный телефон. Вау. Да у меня тут не только посылка. У меня тут еще и какой-то сюрприз. Ух ты. А ну что это такое? Это дрелок. Понятно. Закрываем. Спасибо. Все. Получила я посылочку. Очень удобный способ получения на постаматах. И теперь буду вам показывать, что же я заказала. Пока я еду домой. Вон мои родные идут. Малая моя. Ой, ты боже. Кто-то такие? А кто-то такие? Привет. Привет. Сегодня уже следующий день. И мы опять едем за заказом. Но на этот раз уже не за моим. Оказывается, моя мама вчера забыла забрать свой заказ. И поэтому попросила нас, чтобы мы ей принесли ее заказ. Поэтому все то, что мы проделывали вчера, мы будем проделывать и сегодня. Но только не для нас, а для моей мамы. Вот. Сегодня очень классная погода. 5 сентября. И очень яркое солнце. Как летом тепло. Никакого намека пока на осень нет. Это полина. А под масками у них нет лица. Вот такая философская картинка. Все операции, которые мы проделываем обычно, мы сейчас опять будем проделывать. И заберем посылочку для нашей мамы. Так, Поля, давай. Разом. Я почну, а ты. Я почну. Давай. Я почну. Вот так. Давай, 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 давай. Молодец. И еще раз. Давай. Ай. Все. С полотитами. Вот она открылась. Вот она открылась. Красота. А тут тоже у нас брелок. Ой, какая красота. Дай. Будешь триматой. Давай, тримай. Тельки митс на тримай. И брелок. Теперь у моей мамы такой же брелок, как и у меня. Брелок в виде постаматов. Реклама постаматов. Такой же желтый, как и весь постаматов. Вот. Спасибо. Закрываем. Отлично. Все, выходим отсюда. Понесла. Полиночка, далеко не неси. Будь тут біля мамы. Давай мені посылочку. Давай, я буду в руках тримати. Давай. Ты будешь сама нести? Хочешь сама нести? Поля, сама будешь нести? Тати что? Тебе не важко? Ні? Пошли подивимось, який малюнок гарний намальований на стіне. На будинку йдем? Якщо буде важко, сразу доси мені, добре? Скажешь, тобі важко і віддаси мені коробочку. Рисунок. Так, сейчас я вам покажу рисунок. Рисунок на стіне очень красивий, очень оригинальний, очень такой даже философський, я бы сказала. Вот. Люди, которые в масках, а снимая маски, у них нету лица. То есть, человек настолько утратил своё лицо, что пользуется только масками, а своего у него и нет на самом деле. Да, философська картинка в жизни, она, наверное, так и есть. А здесь тоже у нас такая вот картиночка. Это у нас... Так, рука, которая держит поднос с каким-то... А, с маленьким театром, я поняла. И там марионеточка маленькая, ну, кукла маленькая выступает. Вот. В этом здании раньше был театр Дах. Но сейчас не знаю. Может быть, он тут есть до сих пор, но я тут очень давно не была, поэтому... Поэтому не знаю, есть ли тут театр или нет. Что это сейчас? Полиночка, пришли, санночка, пришли. Вот. Раньше мы ходили в этот театр. Это был театр одного актёра. Там на сцене находился всё время один человек. И там маленький зал был, маленькое количество зрителей. Давай, давай, друзья. Маленькое количество зрителей. И все снимали обувь, одевали сменные тапочки. Всё было так по-домашнему, интересно. Сейчас, не знаю, возможно, сейчас там тоже находится этот же театр. Но не буду утверждать, потому что не знаю. Мы пошли. Что там пуля знайшла? Кошкума. Камаху? Как жучок называется? Че? Клоп. Клопик. Такий червоный клопик. Ось он где. Ты его знайшла. Ты его знайшла. А что, пішли сонце? Пішли. Оліна стомилася. Оліна, и ты, ножками. Мы устали. Ты что, коньячка? Так. Я коньячка. Його. Добре там тобі їхати? Так. Так? А мене так покатаєш? Ні. Чому? Я ще дуже маленький. О, коли вырастешь, покатаєш? Так. Вот дякую. Я тиски маленький. Так. Ми приїхали. Приїхали. Принесли все закази. Принесли заказ моей маме. Вот. Сейчас у меня катастрофически мало времени, потому что я спешу в поездку. И я решила по-быстренькому снять видео и показать вам, что же все-таки я заказала себе по каталогу номер 12 из Арифлейн. В моем заказе присутствуют продукты, которые предназначены не для меня. Это у меня заказала моя свекровь. И я начну, пожалуй, с них. Это вот таких 4 дезодоранта, из которых один женский из серии Swedish Spa и три мужских, которые имеют запахи разных туалетных вод. Это Glacier Ice, это Giordani Man и это Midsommar Man. Открывать я ничего не буду, потому что все-таки вещи не мои. Также у меня заказали вот таких вот два карандашика. Один это стойкая карандаш-подводка The One. Кстати, тоже давно о ней мечтаю, но все никак не решусь. Я вообще не дружу с подводками. Это подводка Flemaster. То есть, кто не знает, там носик такой, как у фломастера. Я вообще не умею пользоваться подводкой, к сожалению, но очень хочу научиться, пока не подружилась с такими вещами. Также заказали вот такой вот карандашик New York из серии New York, Vary Me. Оттенок дымчатый. Тоже пробовать не буду, свочи делать не буду, вещи не мои. Теперь то, что касается продуктов, которые я заказала для себя. Как обычно, начну с самого неинтересного, на мой взгляд, продукта. Это вот такое вот интимное мыло, средство для интимной гигиены серии Feminelle. Это новинка в этом каталоге. Содержит экстракт магнолии. Честно говоря, особой разницы между средствами для интимной гигиены я не вижу. С одним или другим экстрактом. Это просто необходимая вещь в арсенале каждого человека. Поэтому просто заказываю по мере надобности, заказываю себе новые продукты. Ну, средство приятное, запах приятный. Что можно еще сказать о нем, не знаю. В общем, заказала себе новинку. Также заказала себе лак для ногтей. Он очень похож на тот, который у меня сейчас на ногтях. Но это не он. На ногтях у меня лак из серии Varemi. Когда-то был такой лак, что-то с апельсином связано. Какой-то летний апельсин летом выходил в каталоге. Может быть, вы помните, кто смотрит, кто следит за продукцией Reflame. Этот лак The One называется, если я не ошибаюсь, Оранжевое лето. Вот этот лак называется Оранжевое лето. Вот он нарисован в каталоге. Я очень хотела, чтобы он был такой же ярко-оранжевый, как и в каталоге. Но, к сожалению, в жизни он менее яркий. Вот вы можете сравнить. Хотелось ярко-оранжевые ногти. Но, тем не менее, мне этот оттенок тоже нравится. Возможно, я покажу вам свотч поближе. Покажу, как он наносится. Так, я специально удалила лак на одном ногте. Показываю вам, как наносится лак The One, Оранжевое лето. Сразу могу сказать, что цвет ярче, чем у меня сейчас на остальных ногтях. Немного неудобно мне в таком положении красить ногти, потому что все-таки на камеру это делаю. Ложится достаточно ровно, и мне кажется, что, возможно, даже хватит одного слоя. Вот вы можете сравнить на безымянном моем пальце. Вот цвет оранжевый. И немного ярче, чем на остальных моих ногтях. То есть, соответственно, мои пожелания касательно оранжевого цвета практически удовлетворены. Вот все-таки не такой бледный, как на других ногтях. Я, в общем-то, довольна этим приобретением. И, кстати, вот обратите внимание на его глянцевый блеск. Вот у меня нету сейчас топового покрытия, и вот на безымянном пальце очень красиво глянцево блестит этот оранжевый. Вот этот оранжевое лето. Так поменяла режим камеры на освещение солнца. И попробую еще раз показать вам. Вот безымянный палец оттенок оранжевое лето. Вот мне кажется, что немного более достоверно. При таком режиме все-таки передает камера цвет более достоверно. Вот вышло яркое солнышко. Я вам еще покажу свой пальчик на освещении при ярком солнышке. Вот так вот он выглядит. Тоже оранжевый красивый цвет, насыщенный. И довольно-таки приятный глазу. Была, конечно, акция, связанная с продуктами The One, но в этот раз я решила ею не воспользоваться. Потому что я долго думала, нужен ли мне набор кистей, набор мини-кистей или не нужен. И все-таки решила, что мне не нужен набор мини-кистей. И поэтому я не гналась выполнить условия акции, которые связаны с продуктом The One. И взяла себе только один продукт The One. Это один лак оранжевого цвета. Скоро осень, вернее уже осень. Сейчас уже сентябрь. А как вы знаете, если вы следите за моими видео, что я очень люблю оранжевую гамму оттенков. Это там терракотовые, оранжевые, персиковые, коралловые цвета. И поэтому я буду носить на ногтях вот такой вот лак. Также что-нибудь такое оранжевое на помаду себе намажу на губы. Скоро все вокруг оденется в оранжевые цвета. Я тоже оденусь как осень в оранжевые цвета. И буду так ходить. Вот такой вот лак я заказала. Следующее, что я заказала, это точилка для карандашей. Точилка для карандашей у меня на самом деле уже есть. И наверное даже не одна, я так подозреваю. Но я их постоянно где-то теряю. То есть это точилка для карандашей, которая имеет два отверстия. Для более толстых карандашей и для более тонких карандашей. Это удобно. Она имеет два отверстия, толстый карандаш, тонкий карандаш. И здесь вот резервуарчик для опилок, которые из карандашей у нас выпадают. Одни из самых интересных продуктов, на мой взгляд, которые я заказала в 12 каталоге, это я воспользовалась акцией под названием «Летний бриз». Три предыдущих каталога действовала акция «Летний бриз», по условиям которой надо было три каталога подряд делать заказы на 35 бонус-баллов. И если ты делаешь три каталога подряд такой заказ на 35 бонус-баллов, значит имеешь право приобрести набор. Один из предлагаемых наборов продукции по очень выгодной цене. Итак, я снова с вами. Предыдущее видео прервалось, потому что у меня села батарея. И я теперь продолжаю. Немножко перенастроила камеру, как вы видите, немножко ближе стала к вам. Вот о чем я говорила. О том, что я воспользовалась акцией под названием «Летний бриз» и приобрела себе набор продуктов по очень выгодной цене, стоимость которых в оригинале гораздо выше, чем предлагаемая стоимость при условии выполнения этой акции. Я делала заказы на 35 бонус-баллов в три каталога подряд и имела возможность приобрести один из наборов. Там была тоже косметика декоративная, уходовая, ароматы. Но я уже делала видео, похожее на эту тему. Поэтому меня, как и в прошлый раз, больше всего интересовали витамины «Веллнес». В прошлый раз, когда проходила подобная акция, я также брала себе эти витамины. Можно сказать, я уже их испробовала на себе. Это был мой первый опыт с продукцией «Веллнес». И теперь я взяла себе их еще раз. В каждой баночке по 60 драже. Это омега-3, а это комплекс мультивитамины и минералы. Значит, рассчитаны они на, если по 60 драже в каждой баночке, и омегу-3 нужно принимать по 2 драже в сутки, а комплекс мультивитамины и минералы по 1-2. То есть я принимала по 2. Этого и этого вместе. Ну, то есть, соответственно, 2 раза в день. 1 раз в день по 1 драже. И второй раз в день по 1 драже. Это все во время еды. И я могу сказать, что я исправно, наверное, каждый день без перерыва пропила, наверное, 2-3 этих баночек. А потом как-то все это благополучно забросила. И, можно сказать, принимала тогда, когда вспоминала. То есть подошла о витаминке СТ, дай-ка выпью. То есть я регулярность приема этих продуктов я не соблюдала. Вернее, соблюдала некоторый период, но потом просто перестала это делать. Вот. Но, тем не менее, подобные вещи принимать я люблю. Я люблю различные витамины. И пока я принимаю витамины, я настроена на улучшение своего здоровья. Я верю в то, что мне это помогает. Мне это... Я не могу сказать, действительно ли они помогают мне быть более здоровой. Но, тем не менее, я верю в сам процесс. Если ты принимаешь витамины, и ты осознаешь, что ты хочешь сделать своему организму лучше, я верю, что именно уже эти мысли помогают твоему организму быть лучше. Так что эти витаминки я постараюсь принимать с более тщательной регулярностью. Подробно об этих витаминках вы можете почитать на сайте Арифлейм. Там все это написано, для чего нужно принимать, что дает, откуда берется. То есть все это подробно-подробно расписано. Кому интересно, заходите на сайт и читайте. А у меня теперь есть две эти баночки, и я теперь буду подтягивать свое здоровье. Вот такие продукты. Вместо платы за доставку я заказала себе карандаш Экспресс Контур для глаз. У меня это синий цвет. Я попробую сделать сводч, если вам будет видно. Вот я еще раз проведу. Давайте я еще раз проведу. Достаточно темный синий цвет. Мне нравится, что он такой из черня синий. Вот если синя-черный, это такой, знаете, темно-синий. То есть он не такой ярко-голубой. Вот я хотела себе именно синий. Синий, темно-синий цвет подводки. Немножко крошится, да. Эти карандашики, недостаток их в том, что они имеют широкий кончик. То есть они все время вот такие вот широкие. То есть их нельзя ни заточить, ни подточить. Вот у них вот кончик такой вот широкий. Со временем он срисовывается, становится еще и вот еще более широкий. Но для стрелочки, если аккуратненько накрасить, то синий цвет и довольно-таки бюджетный вариант. Очень даже неплохая, мне кажется, вещь. Будет у меня еще и синий карандаш. Кстати, вот я попыталась стереть карандаш с руки. Смывается достаточно нелегко, скажем так. То есть я без специальных средств и так просто. Но остается там след. То есть не так уже легко его смыть. Без специальных средств. И последнее, что я вам хочу показать. Это, учитывая то, что каталог номер 12, это один из самых аксессуаровых каталогов, которые я видела. Тут много кошельков, сумок, всяких зонтикей, всякие штучки прикольные есть. То я не могла пройти мимо аксессуаров. И я себе заказала. Сейчас я вам покажу. Это ободок для волос. Я очень хотела себе этот ободок сразу же, когда увидела в каталоге. Это такой металлический ободок, у которого вот такое вот украшение есть в виде цветка. Вот так вот выглядит. Специально поменяла прическу для того, чтобы показать вам, как он будет выглядеть на мне. Вот так. Я его на себя одела. Он, кстати, не давит. Ну, это такое скорее украшение, чем фиксатор. То есть он не слетит, он не слабенький, но и не такой плотный, как в голове, как ободки, которые предназначены для того, чтобы фиксировать, например, какую-то прическу или челку. Мне кажется, что он не будет сильно хорошо держать именно волосы, но украшать, мне кажется, что это очень красиво. Посмотрела на себя в зеркало, понравилось себе до ужаса. Конечно, если одеться более нарядно, мне кажется, такой аксессуар очень хорошо дополнит образ. Вот здесь есть такие черные камушки, не камушки, не знаю, стразики черные. И издалека может показаться, что там есть стразы блестящие, но это не стразы, это просто такие литые тиснения, что ли, на металле. То есть это такой фигурный цветок, вылитый из металла, украшенный просто черными камушками, который, в общем, смотрится и переливается так, будто бы в нем все-таки присутствуют стразы. В общем, я на него запала, как только я его увидела в каталоге, и я очень рада этому приобретению. Следующий каталог номер 13 выглядит вот так. И это весь заказ, который был у меня на сегодня. Спасибо всем за внимание, спасибо, что были со мной. Всем добра, любви, красоты и всего самого наилучшего. Пока! Это средство с экстрактом чего-то узкое и широкое. Вот такой вот парадокс. Намажу на губы вместо помады. Ой, он немножко раскрошился. Сейчас я вам покажу. Сначала сотру эту гадость с руки. Плохо, кстати, стирать. Сейчас найду, посмотрю на себя в зеркало. Спасибо, что вы это досмотрели до конца. Пожалуй, сделаем дубль два. Дубль. С강, çıkи. Продолжение следует. Салам. Продолжение следует...